С управляющим Краснодарского отделения Сбербанка Анатолием Песенниковым сегодня губернатор Кубани провел рабочую встречу. Во время беседы руководитель филиала признал, что положение сейчас действительно нестабильное. В конце прошлого года банки были вынуждены повысить ипотечную ставку. В частности, в Сбербанке она выросла на 3% и сегодня составляет порядка 16% годовых. По словам Песенникова, снижение Центробанком ключевых ставок, возможно, позволит выровнять ситуацию на рынке кредитования, а также добавил, что даже в таких неустойчивых условиях число заявок на ипотеку не становится меньше, и отделение Сбербанка с готовностью рассматривает все заявки. Кроме того, для улучшения жилищных условий совместно с краевыми властями банком были разработаны и другие программы, где проценты по кредитам значительно ниже, например, накопительная или народная ипотека. Что касается нашей программы накопительная ипотека, то она действует в стандартном режиме, и мы не планируем увеличивать ставки. Там, как были ставки, на уровне 8%, так они и будут. Интересуется Александр Ткачев и по каким условиям теперь будет жить малый и средний бизнес, ведь Сбербанк сегодня один из мощнейших институтов кредитования на Кубани. За последние годы мы очень много с вами реализовали на территории края таких мегапроектов, и крупных, и средних. К сожалению, финансовая ситуация сегодня не самая лучшая, но я думаю, что мы должны вместе сегодня разобраться и скоординированно выходить из этой ситуации. И я очень надеюсь, что будут послабления со стороны Центрального банка, потому что не все зависит от вас, а прекрасный промышленный комплекс, промышленность, малый бизнес, средние предприятия, потому что без этого притока инвестиций не будет, ни модернизации, ни технологического переворужения. Значит, мы не можем выйти на новые виды продукции, естественно, увеличение объемом производства. Поэтому это достаточно актуальный сегодня вопрос, какая будет процентная ставка, как будет чувствовать себя малый бизнес. Мы сохранили все процентные ставки для тех инвестиционных проектов, которые уже реализуются или были реализованы, и по которым идет уже эксплуатационная фаза проекта. Мы подняли процентные ставки по оборотному кредитованию, невыбранным, скажем так, кредитным линиям, до уровня порядка 16%. Поэтому мы все договорные отношения с клиентами, которые у нас есть, и по которым не осуществляется выборка кредитных средств, мы держим ставку чуть ниже даже, чем ключевую. Что касается новых кредитных договоров, то для них ставка сегодня будет несколько выше. По словам Анатолия Песенникова, таким клиентам сейчас рекомендуют провести подготовительную работу и наблюдать за финансовым рынком и решением федеральных властей. По предположению экспертов, уже во втором квартале года процентная ставка кредитования может снизиться.